В прошлый раз мы с вами говорили о такой конструкции, как функтор. Вещь эта очень простая. Это обобщение map. То есть, если у нас есть какой-то преобразователь типов, например, мы можем тип apple преобразовать в тип список элементов типа a, и если для такого преобразователя определен как бы подъем функции из a в b до функции из f от a в f от b, то мы говорим, что у нас наше преобразование f является функтором. Ну, естественно, для этого формально должны быть выполнены законы, которые говорят, что вот этот вот наш подъем, наш map, он определен разумным образом. Тождественная функция превращается в тождественную, композиция превращается в композицию. Так, ну, мы посмотрели, что будет. Посмотрели на примеры функторов там со списком, со стрелкой, с maybe, с айзой и с другими. Мы посмотрели, какие есть вариации этого определения. Например, можно говорить о так называемом контравариантном функторе. Иногда это бывает полезно. Когда у нас естественным образом функция из a в b поднимается до функции из f от b в f от a. Ну, можно это по-всякому объяснять. Иногда говорят так. Так, вот этот контейнер f от b, он не хранит значение... Ага. Какой-то вопрос? Говорят, что он не хранит значение b, а он это значение получает. Ну, это, так сказать, некоторые такие спекуляции более-менее полезные. Ну, действительно, типичный пример контравариантного функтора – это тип функций из a куда-нибудь. Например, вот тип предиката на a, булевозначной функции на a. И там, естественным образом, определяется это контрмэп. Мы это обсудили. Бывают бифункторы, то есть функторы с двумя аргументами преобразователей типов. Это, прежде всего, наша пара, скобочки такие, и это айза, что я вам предложу, видимо, в домашнем задании доказать. Есть разные другие вариации. Например, можно требовать, чтобы по одному аргументу функтор был ковариантным, то есть, как обычно, а по другому – контравариантным. Ну, иногда эти абстракции бывают полезными, но мы не будем на них останавливаться. Мы же сейчас с вами поговорим о такой вещи, как аппликативные функторы. Вещь эта появилась относительно недавно, позже, чем монады. А монады, как известно, появились у нас в Хаскеле для того, чтобы реализовать ввод-вывод, прежде всего. Но впоследствии им нашли много другой работы. Отчасти об этом мы поговорим. Аппликативные функторы представляют собой логически нечто среднее между просто функторами и монадами. Тем не менее, их теоретика – категорное определение, оно довольно сложное. И мы его пускаем. В чем же дело? Смотрите. Ну, вот, вообще говоря, функция fmap, что она делает? Я хотел бы обратиться к некоторой простой интуиции. Ну, вот, типичный пример функтора – это, значит, список преобразования ашек, так сказать, в какие-то там списки ашек. Как бы можно сказать, что это контейнер, который хранит значение типа а. Это, ну, может быть, назвать, может быть, какой-то натяжкой, но, тем не менее, это полезная интуиция. Вот и maybe такой контейнер, где хранится ашка, или же ничего. Пометка, что, значит, наше вычисление завершилось ничем, завершилось ошибкой. Ну, вот, соответственно, для функторов у нас есть fmap, которая функцию из а в b превращает функцию из контейнеров, хранящих а, в контейнеры, хранящие b. Как бы, вот, мы проталкиваем эту функцию внутрь контейнера в каком-то смысле. Например, как это работает для maybe? Была функция из int в bool, и если нам дают, например, maybe int, мы превращаем это значение в maybe bool. Мы смотрим, что в контейнере хранится. Если int, применяем к нему функцию. Если ничего, то ничего и возвращаем. Ну, здесь у нас была функция одного аргумента. Но мы с вами знаем, что в хаскеле принято карирование по умолчанию, которое, по сути дела, избавляет нас от необходимости вроде бы иметь какие-либо функции, кроме функции одного аргумента. Но вот давайте посмотрим, что будет происходить с таким подъемом. Представьте себе, что у нас с вами есть функция двух аргументов. Аргументы типа fc и b. Вот она у нас карирована. Ну, например, это сложение двух int. И мы хотели бы каким-то образом превратить ее в функцию двух упакованных аргументов. Ну, вот, например, в такую. Значит, чтобы она принимала на вход maybe int, и maybe int, и возвращала maybe int. Ну, то есть, как она работает. Ну, например, как она могла бы работать. Если у нас оба упакованных значения существуют, ни тут, ни тут не хранится nothing, мы их достаем, складываем, заворачиваем в just constructor. Если же хоть один из аргументов nothing, ну, мы возвращаем, например, nothing. То есть, достать два упакованных числа и сложить. Как же мы можем ее получить? Ну, возможно, интуиция нас толкает к мысли о том, что можно воспользоваться fmap, потом что-то там карировать, применить и так далее. Но, к сожалению, жизнь довольно неприятна здесь выглядит. Почему? Потому что, смотрите. Ну, вот, если у меня есть функция плюс, как вы понимаете, функция плюс, она имеет у нас вот такой вот тип. Из int в куда? Формально говоря, в функции из int в int. Согласны? Да. То есть, если я применю fmap, если я применю fmap, что получится? Вот у меня a, вот у меня b. У меня получится функция из упакованных int в упакованные функции. Ну, эти упакованные функции, они выглядят, конечно, ну, немножко странно. Вот. Ну, а почему бы и нет? Мы же нигде не ограничивали значение каких типов мы можем упаковать в maybe. Ну, функция и функция. Но проблема в том, что с ней делать. Как нам с этим упакованной функцией разобраться? Мы, получив вот такую штуку, как бы хотели бы взять еще один упакованный аргумент и упакованную функцию применить к упакованному аргументу. Как же нам это сделать? Ну, понятно, что в случае maybe сделать это достаточно нетрудно. Но надо написать какую-то специальную функцию, которая бы посмотрела вот упакованная функция. Это nothing или это just something. Just f. Если это just f, достать f, достать аргумент отсюда, если он существует, применить, упаковать. Ничего особенно такого тут нету для maybe. Но, вообще говоря, как мы могли бы это делать единообразно? Но вот до сих пор для произвольного какого-то функтора у нас не было такой штуки. Не было операции, которая принимала бы упакованную функцию и применяла бы ее к упакованному аргументу, выдавая упакованный результат. То есть до сих пор что у нас было? У нас была голенькая функция и разрешалось ее применять к упакованному аргументу для получения упакованного результата. Так работает fmap. А если у нас уже сама функция упакована? Что могло бы произойти при карировании, когда мы хотели, например, получить такую же процедуру для двух или более аргументов? Скажем, получить fmap2, fmap3 и так далее. Такие функции действительно есть, только они называются по-другому. И они основаны как раз на тех принципах, о которых я скажу дальше. Смотрите. То есть все сводится к чему? Ну, что мы хотели бы упакованное значение, упакованную функцию применить к упакованному аргументу. Но давайте попробуем понять вообще, можно ли это сделать. Вот если мы попробуем захуглить что-то подобное. Значит, пишем тип, значит, f, стрелка, ab, упакованная функция, упакованное значение аргумента, значит, упакованный ответ. Есть ли у нас что-то такое? Ну, это я ерунду написал. Вот. Ну, Хугл подумал, подумал и нашел. Ну, вот, оказывается, у нас есть точно то, что нам нужно. Только f должен быть преобразователем типов из некоего класса applicative. То есть, конечно, просто функторам ему быть недостаточно, надо определить дополнительную структуру. Вот как раз вот эту вот фигню. Операцию применения упакованной функции к упакованному значению. Почему говорят аппликативный функтор? Ну, вот операция аппликации такого рода. Вот это моя речь. Она вообще понятна? Да, да. Смотрите. Вот как же определяется этот... Ну, вообще, то, что я сказал, это такая традиционная мотивировка введения аппликативных функторов. Ну, на самом деле, люди как-то там где-то до 2008 года без них обходились. Значит, поэтому, конечно, мотивировка, ну, слабовато. А как обходились? А очень просто. Пользовались более сильной конструкцией монад, которая нам дает заведомо и такую возможность. А аппликативный функтор – это такие недо-монады. Так, хорошо. Ну, смотрите. Как же тут что работает? Чтобы задать аппликативный функтор, хотя он должен быть функтором, но на самом деле это условие, оно не является необходимым. Это просто логично. Но, имея аппликативный функтор, мы легко можем сделать просто функтор. Значит, нам надо две операции. Операция PUA – это операция упаковки. То есть, я должен уметь произвольный объект упаковать, в наш F завернуть. И операция, собственно говоря, она обозначается так, звездочка в угловых скобках – это применение упакованной функции к упакованному значению. При этом должны выполняться следующие законы. Я не знаю, покажутся ли они вам очевидными, но давайте их в любом случае обсудим. Так, одну секунду. Давайте-ка я сюда загружу этот файл. Значит, ну какие-то законы. Если я упаковал тождественную функцию и применил ее к х. Ну, кстати сказать, тут я лучше напишу fx. Я обозначаю аргумент fx, если он принадлежит, так сказать, упакованному типу. Если я упаковал тождественную функцию и применил ее к чему-то, то это что-то не изменится. Упаковка тождественной функции, функция тождественная. Так, если я взял и упаковал результат применения функции gx, это должно быть то же самое, что результат применения упакованной функции к упакованному аргументу. Логично? Или не очень? Логично. Или все это вызывает шок и похоже на бред. Ну, возможно. Когда я это впервые увидел, тоже мне они как-то не приглянулись, особенно вот последние два. Ну, действительно. Какие еще есть свойства? Значит, возьмем и упакуем произвольный х и применим какую-то упакованную функцию. Значит, результат должен быть тот же самый, как если бы мы сделали следующее. Вот тут уже ум за разум начинает заходить. Мы бы упаковали бы функцию применить что-то к x. И применили бы такую функцию к нашей упакованной g. Функция применить что-то к x. Ее аргумент – это функция. Мы ее применяем к упакованной g, как бы g распаковывается, применяется к x. Ну, вот. Это своего рода симметричность. Ну, потому что, смотрите, тут g написано справа, слева, а здесь оно написано справа. А с x наоборот. Но за это надо платить, заменив x на функцию применения чего-то к x. Вот, если вы любите контр-вариантные функторы, значит, здесь как раз вам простор для того, чтобы вдумчиво смотреть на это равенство. Так. Значит, и второе – это ассоциативность композиции. Она тоже как-то вот так написана через g. Непонятно через что. Странно написано, но на самом деле единственным возможным образом. Вот, предположим, у нас было применение упакованной функции h к упакованному значению x. Но результат – это какое-то упакованное значение. И мы к нему еще и применили функцию g упакованную. Оказывается, это то же самое, как если сразу к упакованному значению применить некую композицию. Только какую? Надо упаковать оператор композиции и применить его с помощью нашей звездочки функциям g и h. Ужас, правда? Или не ужас? Ну, так. Так себе. Средняя степень ужаса. Хорошо. Ну, и уравнение, уравнение. Давайте примем их, как они есть. Значит, на самом деле из этих уравнений можно вывести чисто на бумаге, что fmap, который определен следующим образом, удовлетворяет свойством, так сказать, того, что… Ну, аксиомом функтора. Ну, то есть, что fmap там коммутирует с композицией, fmap-композиция, композиция fmap'ов и прочее. Определяется он как? Ну, я напомню. Значит, тип fmap'а – это голенькая функция или, как говорят, чистая функция, так сказать. И она превращается в функцию из упакованных ашек в упакованные бэшки. Я напомню тип нашей звездочки. Ну, в префиксной форме, чтобы ее применять, я заключаю в скобке. То же самое, только функция была изначально упакована. Ну, и по типу понятно, что надо сделать, чтобы определить fmap через звездочку. Взять его первый аргумент, упаковать, каковой целью служит пьё, и применить с помощью механики аппликативных функторов к вот этому вот аргументу, к упакованному x. Ну, и получится упакованное b. Так, ну хорошо. Давайте разберем примеры. Ну, вот я прожужжал вам уши про мэйби, да, значит. Почему мэйби можно рассматривать как аппликативный функтор? Ну, все очень просто. Нам нужна функция пьё, которая упаковывает, чтобы это не было в мэйби. Тут двух мнений быть не может. Такая упаковка – это, конечно, джаст, примененный к нашему объекту. Ну, конечно, вы, конечно, могли бы и в nothing упаковать, но тогда не будет выполняться вот такие вот свойства, не будут выполняться. Не будет тождественной функции. Так, если мы потеряем информацию об упакованном объекте, нам нельзя её терять. Поэтому это может быть только джаст. Вот. А как устроена вот эта вот операция применения упакованной функции к упакованному значению? Ну, очень просто. Мы это обсуждали. Если была упакована функция, которой нет, если там насинг вместо функции, мы насинка возвращаем. Если же была упакована нормальная человеческая функция g, мы берём и просто её достаем и применяем fmap. Ну, fmap – значение насинки, естественно, оставит насингом. Мы можем посмотреть, как это выглядит. Тут как раз уже кто-то, а именно я, услуживо, написал ряд примеров. Ну, вот, например, n3. Это как раз что-то вроде вот этого вот fmap2, применённого к двойке и тройке. Сложение двух упакованных значений. Ну, как это выглядит? Ну, берём, значит, первым делом мы упаковываем плюс. Получается, упакованная функция с двумя аргументиками. Ну, числовыми. Можно условно считать, что с nt. Значит, потом я беру и применяю её к just2. Так, ну, это, значит, не очень хорошо получилось. Я её применяю к just2. Значит, что у меня получается? Ну, видите, просто, значит, к just. Я её тоже мог бы применить. Значит, вот так вот. Ну, это, очевидно, то же самое. Ну, вот, значит, что же у нас происходит? У нас получается упакованная функция числовая одного аргумента. Я её возьму и применю ещё к одному числовому аргументу. Получится упакованное числовое значение. Ёжику понятно, что здесь будет пятёрка. Ну, вот. У меня есть такой символ, он часто встречается в операциях с аппликативными функторами, как вот такой вот доллар в угловых скобках. Что это такое? Это вещь очень простая. Эта штука имеет такой же тип, как fmap. Она имеет такой же тип, как fmap. Ну, и если вы немножко сообразите, она, собственно говоря, и является этим fmap. Ну, давайте попробуем на что-то там убедиться. Возьмём там какую-нибудь функцию, я не знаю, там плюс два, плюс три. И попробуем, понадеявшись на то, что список – это аппликативный функтор, попробуем её, значит, применить. Ну, вот так и получилось, как fmap. Это fmap и есть. Значит, что здесь происходит? К первому аргументу применяется pure, он упаковывается, и дальше он применяется к тому, что идёт дальше. Это просто вот вместо того, чтобы писать pure что-то, применить, значит, применить, мы вот пишем такую штуку. Вот. При этом обратите внимание, какой вообще смысл во всех этих операциях. Ну, а в том, что… ну, в смысле maybe. Дело в том, что тут мы работаем на высоком уровне абстракции, и смысл того, что мы делаем, он вообще меняется от функтора к функтору. Один аппликативный функтор, как то maybe, представляет вычисления, которые могут приводить к неопределённому значению. Какой-нибудь другой аппликативный функтор список, можно считать, что представляет многозначные вычисления. Аппликативный функтор I.O., а это тоже аппликативный функтор, он представляет вычисления, которые связаны с какими-то действиями по вводу-выводу, имеют побочные эффекты, заключающиеся в вводе-выводе. А какие функторы из тех, что мы разбирали, не являются аппликативными функторами? Какие из тех, что мы разбирали, не являются аппликативными? Хороший вопрос. Но, по-моему, у нас там и не было такого примера. По-моему, все, что мы смотрели, для них определённый аппликативный функтор. По-моему, так. А можно тогда какой-нибудь пример функтора, который не является аппликтивным функтором? Ну, понимаете, что значит не является? Нам с вами надо доказать, что эти операции невозможно для него определить. Да, хорошо, пожалуйста. То есть нам надо доказать, что их нельзя определить никак. То есть, чтобы быть функтором, нужно определить fmap. Чтобы быть аппликативным, надо достаточно определить pio и вот это вот. Ну, хороший вопрос на самом деле. Можем ли мы предъявить какую-то такую структуру данных, про которую можно доказать, что её нельзя сделать аппликативным функтором? Мне кажется, что можем. Но так сходу я ответить на этот вопрос не готов. Но вопрос я ваш принял. Так, хорошо. Но на самом деле, с другой стороны, тоже не очевидно. Как бы отрицанием нашей гипотезы является то, что любой преобразователь типов, для которого определён fmap, то есть который является функтором, на любом можно определить как-то аппликативный функтор. Грубо говоря, определить pio и вот эту штуку через fmap. Но этого тоже сделать нельзя. Это-то доказать, как бы, не зная ничего дополнительного, а внутренним устройствам этой структуры. Просто типы нам показывают, что это сделать не получится. Ну, это как раз доказать, видимо, несложно. Потому что как, например, получить pio? Ну, вот смотрите. Вот если у вас есть... Это такой эвристический аргумент, не претендующий на то, чтобы быть теоремой, хотя, может быть, теорему из него можно изготовить. Вот представьте себе, что у вас есть просто голый fmap, да? Вот как из fmap можно, как-то комбинируя fmap, как можно получить pio? Вот представьте себе, что у вас есть тип, в котором нету стрелки. Вы fmap вообще к нему никак не примените. А вам надо получить вот такую штуку. Вы можете с помощью fmap получать только типы со стрелками. А вот как вы от этого-то избавитесь? Путем аппликации. Но чтобы аппликацию сделать, вам надо в f что-то там завернуть. Ну, давайте, вот смотрите, вот что-то тупое. Вот я говорю и определяю такую штуку. Вот там константа 3. Это функция. Какой у нее тип? Ну, она полиморфная. Откуда угодно там в int. Ну, такая функция. Я возьму и, значит, fmap применю к ней. Ну, у меня получается вот такая вот штука. Функция там откуда-то в числовой тип. А как вот от этого избавиться? Как мне получить просто int, завернутый в мой функтор? То есть реализовать пьё, имея только fmap? Ну, вообще это не очевидно. И, видимо, такое уравнение, которое бы задавало бы fmap таким образом, извините, задавало бы пьё таким образом только через fmap, не обращаясь к внутренней структуре нашего, преобразователя нашего, так сказать, контейнера. Видимо, этого нет. Потому что вот даже для мэйби, как я пьё задаю, но возьмем единственный конструктор этого типа. Ну, хорошо. Но если это алгебраический тип данных, ладно. Может быть, там даже было бы все хорошо. А если нет? А если это не алгебраический тип? Есть ли это какой-нибудь I.O., как оно там внутри устроено, мы не видим? В общем, вопрос хороший. Я подумаю. Но вообще из fmap мы не можем изготовить каким-то таким универсальным образом пьё и тем менее нашу звездочку. Так, но я начал говорить о том, что для разных аппликативных фунтеров смысл этих операций, они очень абстрактные, я думаю, вы уже заметили, он разный. Он разный. То есть, если это... Если это наш... Если это maybe, то смысл просто в том, чтобы значение насинг, возникшее где-то, первым ли, вторым ли аргументом, десятым ли аргументом, оно, значит, у нас учлось, оно бы у нас не пропало. Давайте посмотрим, что такое N4. Это насинг. И N4 штрих тоже насинг. То есть, как бы глубоко я не закопал насинг в такое выражение, он всплывёт наверх. То есть, если я где-то совершил ошибку, то механизм аппликативных фунтеров вытолкнет её наверх. И мне не надо ничего специально для этого делать. Код один и тот же. Понятная идея? Да. Но в этом состоит вообще идеология применения всего этого дела. Вы можете сказать, что это не нужно. Я с вами соглашусь. Аппликативные фунтеры – вещь достаточно молодая. Люди обходились до недавнего времени монадами. Можно без этого жить вполне. Без монад трудно. Так. Значит, список тоже является аппликативным фунтером. И хорошо известно, это классический пример, что на списке аппликативный фунтер определяется аж двумя естественными способами. То есть, по крайней мере, мы можем доказать, что есть такой алгебраический тип данных, который является фунтером, и на котором структура аппликативного фунтера определяется по-разному. Можно определить по-разному. Первое из определений такое. Оно, в общем-то, похоже на некие такие циклы. Ну, смотрите. Значит, что мы делаем? Вообще, какая идеология? Мы воспринимаем список как контейнер, который содержит какие-то такие многозначные объекты. Вот как бы можно думать так, что вычисление, которое возвращает список, это вычисление многозначное. Вооружившись этой идеей, которая пока, может быть, кажется странной, мы можем как пойти? Смотрите. Упакуем х в список. Мы просто возвратим список из одного элемента х. Любопытно, что это не единственный способ упаковывать значения в список. А вот нашу операцию аппликативную мы уже определим куда как более хитро. Значит, как она работает? По типу так. У нас есть список функций из А в Б. Упакованные функции. У нас есть упакованные значения. Список Ашек. Надо получить список Бшек. И что я делаю? Ну, вот не заглядывая в следующую строчку. Вообще говоря, у вас было такое ДЗ. Как бы вы реализовали такую функцию? Вот есть список функций из А в Б. И есть список Ашек. Как бы вы это реализовали? Ответьте. Просто на словах запишите. Опишите. Я не могу ответить просто, потому что я уже заглянула в следующую строчку. Ну, хорошо. Но вот мне кажется, что в следующей строчке определяется что-то странное. Муть какая-то. Почему? Ну, вот если я возьму и применю список, как бы... Вот я взял, смотрите, взял несколько упакованных функций, да? И я взял, вот, скажем так. Вот здесь у нас упакованы функции из интов в инты. А вот у меня есть какие-то инты, например, 5 из 6. Вроде бы мне хочется что сделать? Первую функцию применить к первому аргументу. Вторую функцию применить ко второму аргументу. Я и просил вас это вообще реализовать в домашнем задании. То есть должно бы быть, значит, там 6 и 7. А выходит бредятина какая-то. Ну, в полном соответствии, однако, с тем, что здесь написано. То есть смысл некоторый другой. А смысл вот какой. Смотрите. Надо каждую функцию из списка применить к каждому аргументу из списка. И выдать всю эту кучу малу в один список. Понимаете? То, что здесь написано. Я как бы перемножаю их. Я как бы аппликативно умножаю одно множество на другое. Каждую функцию применяю к каждому значению аргумента. Ну, почему это соответствует идее многозначных вычислений? Ну, если вот вычисление закончилось каким-то набором возможных ответов. И список функций тоже закончился набором возможных ответов. Ответами здесь являются функции. То, делая эту аппликацию, я получаю что? Я получаю список всевозможных применений моих функций к моим значениям. Вот как это работает. Я вот взял и плюс один применил к пятерке и шестерке. Получилось 6 и 7. Потом я плюс два применил к пятерке и шестерке. 7 и 8. Плюс 3 и 8 и 9. И все, в одну кучу вывалил. Понятно это? Ну, дальнейший пример показывает, что происходит. Вот из этих примеров, наверное, единственное интересное – это N7. Что здесь происходит? Сначала у меня упаковывается функция умножения. Во что она превращается? Ну, вот я взял и я упаковал. Что получилось? Ну, список из одного элемента функции умножения. Список из одного элемента функции умножения. А дальше я беру и вот эту вот функцию… Давайте я так и напишу. Вот у меня есть список, состоящий из функции умножения. И я беру и применяю этот список к списку чисел 1, 2, 3. Что получится по типу? Здесь жили функции из интов, функции ин, стрелка, инт. Значит, получится список функций из интов в НТ. Правильно? Функцию умножить на 1, умножить на 2, умножить на 3. А дальше я беру и результат этого хозяйства, результат этого дела. Я применяю к списку 4, 5. Заметьте, здесь скобки группируются налево. Если я вот так вот напишу, то что у меня будет? У меня будет что-то другое. Не то. Здесь у меня получился список, а здесь смысл в таком случае меняется. А вот если так, если это вот наша Н7, то получится каждую из функций умножить на 1, умножить на 2, умножить на 3, применить к 4 и к 5. Ну и, соответственно, у нас получается 4 и 5 умножить на 1, 8 и 10, значит, 4 и 5 умножить на 2, 4 и 5 умножить на 3. А если я, например, скобки сгруппирую направо, у меня вообще получится список функций, то есть объект другого типа. Но если я потом, значит, что-то ему скормлю, значит, что у меня тут получается? Так, получился список. А можете вообще объяснить, как работает эта штука? Список, звездочка, список. Список, звездочка, список. Ну, она вообще, значит, особо не работает, потому что тут же должен быть список функций. Давайте посмотрим, что нам говорят. Здесь нам предлагают что-то странное. Нам нужно, чтобы астрелка Б была числовым типом. Вот что нам нужно сделать. Но мы этому ограничению так очевидным образом не можем просоответствовать. То есть идея в том, чтобы вот это интерпретировать как функция. Ну, то есть он действует как? Инты можно превратить в значение любого числового типа с помощью функции from Integral. Помните? Была такая. То есть он говорит, ну, хорошо, значит, что это такое? Значит, это значение некоего числового типа. Но чтобы применять звездочку, эти значения должны быть функцией. Но чем черт не шутит? Может быть, мы каким-то образом разработали числовой тип на функциях. Ну, это можно сделать. Функции там можно складывать по значениям. В общем, Хаскель здесь просто нас перемудрил. Он просто нам предлагает что-то такое, что нормальному человеку в голову не придет. Но формально это возможно. То есть формально мы можем рассматривать вот эти вот штуки с одной стороны как функции, с другой стороны как значение числового типа. Почему? Потому что 1, 2, 3 можно рассматривать как значение любого числового типа. Значит, как значение любого числового типа. Ну, а если числовой тип определен на функциях, ну, значит, и того. Только надо типа указать. А вот если я, например, здесь возьму и даблы сделаю, ну, он предлагает мне то же самое. Потому что там во fractional можно превратить, значит, их и определить fractional на функциях. В общем, это что-то странное. Так. Можно, наверное, к n2 привести, и тогда он выдаст ошибку. Нет, к n2 привести как раз не следует. Нам нужны стрелки, понимаете? Нам нужна типа стрелка b. То есть, идея какая? Как бы эти единицы, двойки, тройки должны задавать некие функции, которые вместе с тем являются значениями типа из класса num. Ну, потому что у нас единицу, двойку и тройку с помощью функции from integral, да? Нет, я просто имел в виду, что сейчас Хаскель делает что-то странное. Он там хочет это интерпретировать как функцию. А если мы скажем, что это int, он выдаст ошибку кондирации. Я вас понял. Ну, давайте... Ну, да, конечно, если мы скажем, что это int, оно работать не будет, безусловно. Так. Скажем, что это int. Значит, ну вот, да. Не нравится ему это. Оно и справедливо. Не может он заметчить тип стрелка с int. Так. А вообще он предлагает нам что-то такое слишком хитрое. Хотя, мне кажется, понятно, что имеется в виду. Потому что 1, 2, 3 могут кодировать значения в любом номер с помощью функции from integral. Что еще? Вот классический красивый пример. Как, например, получить скалярное произведение, извините, как получить декартовое произведение двух множеств. Если множество представлено списками. Код, который может шокировать. Значит, ну, действительно. Представьте себе, что ваш код выглядит так. Значит, там идет оператор запятая какой-то такой непонятный. Ну, мы-то знаем, что это оператор пары, а никакая не запятая. Оператор пары, завернутый в список, применяется к списку. И потом результат этот применяется еще раз к списку. И вот такой вот код, он возвращает нам ничто иное, как список просто всех пар элементов нашего списка. И декартового произведения. Ну, почему? Это как раз очень просто понять. Потому что вот такая вот штука, мы ее можем воспринимать как функцию, которая имеет тип int, стрелка int, стрелка пары intов. Тогда, соответственно, если я ее применю к списку intов, у меня получится что? У меня получится такая функция, которая принимает на вход, значит, доллар я здесь, естественно, должен написать, значит, в угловых скобках. У меня получится список функций из бэшек в пары. То есть, каких функций? Вот список таких функций у меня получается. А дальше я каждую функцию из этого списка, а функции здесь такие, спарить с единицей, спарить с двойкой, спарить с тройкой. Каждую из этих функций я применю к каждому элементу нашего списка. Но не обязательно брать тот же самый, можно какой-нибудь другой взять. Тогда, конечно, не получится Декартова произведения списка самого на себя. Получается вот что получается Декартова произведения этих двух. То есть, я сначала список 1, 2, 3 превращаю в список функций. Спарить с единицей, спарить с двойкой, спарить с тройкой. А потом я каждую из этих функций применяю к каждому элементу списка. Такого же, как исходный, ну или какого-то другого. Понятная идея? У нас есть еще такие функции, которые называются лифт А, лифт А2, лифт А3. Что это такое? Ну вот, если я просто запрошу их, то... Ну да, тут все модули нужные загрузились. Значит, что это такое? Это на самом деле F-MAP. Это на самом деле F-MAP. То есть, давайте опять попробуем со списками. Вот я напишу лифт А плюс 1, ну и какой-нибудь список 1, 2, 3, да? Вот. Ну это, естественно, то же самое. Это просто реализация F-MAP с помощью аппликативного функтора. Такую же реализацию дает нам доллар в угловых скобках. То есть, это вот лифт А просто это F-MAP. А F-MAP, как мы помним, определялся вот таким вот равенством через Пьюа и нашу звездочку. А что такое лифт А2? Ну, лифт А2 – это то, с чего мы начали сегодняшний разговор. То есть, это F-MAP 2, который позволяет нам поднять функцию двух аргументов. Есть лифт А3, даже лифт А4. Не, его нет. Но на самом деле вам это и не надо, потому что звездочка позволяет вам сделать... Наша вот эта звездочка позволяет вам сделать такой подъем для любого количества аргументов. Так ясно это? Да. Отлично. А вот обещанный второй аппликативный функтор на списках. Ну, поскольку формально можно поместить тип список только одним способом, только одним способом в класс, чтобы нам это сделать каким-то другим способом, мы создаем типообертку. То есть, как бы тот же самый список, только с пометкой. Такой тип есть в стандартной библиотеке, он называется ZipList. Но здесь я просто все воспроизвожу. То есть, это, грубо говоря, код из стандартной библиотеки. Что такое ZipList? Ну, это тот же самый список, только он помечен буквой Z. Вот. Например, я... Я могу вот написать такую штуку. Z, дальше 1, 3. Как видите, это у меня получается ZipList числовой. Там есть имя поля GetZipList, который позволяет нам список достать. То есть, естественно, если я GetZipList применю к такому хозяйству, у меня получится просто список. Вот. Я хочу сделать эту штуку функтором и аппликативным функтором. Значит, ну, функтором она делается абсолютно точно так же. То есть, там обычный списочный мэп используется. Только что все протаскивается под Z. А вот аппликативный функтор здесь определяется куда как более интересным образом. Если вы помните, PUA для списка... PUA для списка, упаковка для списка работала так. Вот я упаковываю единицу. У меня получается список единиц. Список, состоящий из одной единицы. Согласны? Да. А вот если я упакую в ZipList, то у меня получится нечто другое. Получается список из бесконечного количества единиц. То есть, получается бесконечный список из повторяющегося нашего элемента. Там нужно еще дед... А, ну да, действительно, согласен. Так, get ZipList. Ну вот. Так, хорошо. Ну, нам это особо не надо. Значит, PUA у нас состоит в том, что наше значение повторяется бесконечно долго. И звездочка здесь тоже устроена гораздо более любопытным образом. Мы берем список функций, список значений, и мы применяем первую функцию к первому значению, вторую функцию ко второму значению и так далее. Это можно записать, ну вот, например, так, через Zip. Дальше надо проверить, конечно, что выполняются законы аппликативного функтора. Они здесь выполняются. Значит, как теперь это выглядит? Вот я возьму какой-то список функций, там, плюс один, плюс два, плюс три. И применю такой список функций к списку значений, там, четыре и пять. Что же у меня будет? А будет у меня список из пятерки и семерки. В отличие от того, что мы имели просто для списков. Там каждая функция применялась к каждому значению, а здесь и т функция применяется к этому значению. Тем не менее, все законы у нас выполняются. Ну, как это можно использовать? Ну, например, можно считать скалярное произведение. Итый элемент списка одного умножить на итый элемент другого, все сложить. Вот есть список интов, список интов. На входе никаких зип-листов нету. Но я беру, завертываю xs в z, ys завертываю в z. И я с помощью механизма аппликативных функторов применяю умножение. То есть, что происходит? Сначала вот здесь написано пьюа умножения. Создается бесконечный список умножений, который применяется к списку наших иксов. Получается список функций. Итая функция будет умножить на икс итой. Умножение на икс итая. Потом этот список применяется к списку икреков. И получается, что икс итой умножается на икрек итой. Получается некий зип-лист. Мы достаем из него, делаем обычный лист и результаты складываем. Получается вот такое скалярное произведение такое получается. То есть, ну как это выглядит? Я не знаю, там 1, 2, 3. Ну и я не знаю, там минус 1, 2, минус 1. Это у нас получилось 0. Почему? Ну потому что минус 1 плюс 4 минус 3. А вот так получилось бы минус 3. Согласна? Да. Ну вот. На самом деле, если вы заглянете в стандартную библиотеку, аппликативный фунтеров гораздо больше. Ну, давайте разберем еще немножко, уже так кратко, обзорно. Видите, как-то мы медленно идем. Наверное, мы продолжим лекцию на семинарском части, потому что нам надо монадами заниматься. Остальное уже тут вторично. Значит, мы знаем, что у нас есть такой преобразователь типов, как стрелка. Но, естественно, такой преобразователь, он принимает 2 аргумента. И если бы вы хотели сделать его функтором, то оказалось бы, бифунктором оказалось бы, что он по первому аргументу контр-вариантен, по второму ко-вариантен. Ну, значит, мы сейчас не будем в это вникать, но я хочу сказать, что если я его применю к чему-то, к энту, получится, например, получится обычный преобразователь типов с одним аргументом. Это как бы по типу А вернуть тип функций из интов в А. То есть мы упаковываем значение В в функции из нашего фиксированного типа, например, инт в А. Мы упаковываем значение в функцию. Как вам? Логично? А как упаковать значение в функцию? Объясните коротко. Как нам превратить, например, булл в функцию из интов в буллэ? Есть идея? Идея очевидна. Ниже написано, но сделайте вид, что вы этого не видите. Не, не соображаете? Ну, константы надо использовать. Кстати, меня слышно вообще? Да, вас слышно. Надо использовать константы. Ну, действительно. Вот у меня было значение типа В. Я хочу превратить его в функцию из А в В. Я фиксирован, а это параметр. Ну, какую функцию я возьму? Функцию, которая все Ашки превращает в данный нам элемент типа В. Ну, так и напишу. То есть упаковка значения в функцию – это просто константа. Ну, а как работает механика аппликативных функторов здесь? Ну, вот у меня есть функция из В в С упакованная. Она хранится в функции из А в В стрелке в С. У меня есть упакованное значение из В. А мне надо получить упакованное значение из С. Ну, на самом деле, если у меня есть функция из А в В, и у меня есть функция, которая по А выдает функцию из В в С, а мне надо организовать функцию из А в С. На самом деле, достаточно очевидно, что нужно делать. У нас, кстати, был такой комбинатор, когда мы изучали типовые лямбда-исчисления. У нас был комбинатор с таким типом. Не припоминаете? Это можно еще прочитать как логическую формулу. Если из А следует, что из В следует С, то из того, что из А следует В, следует, что из А следует С. Это аксиома исчисления высказываний. Кстати, вот это тоже аксиома исчисления высказываний. Если В истина, то оно следует из А. Получается, что аппликативный функтор – это ничто иное, как аксиомы. Аппликативный функтор здесь – это ничто иное, как просто реализация аксиом исчисления высказываний для языка с одной только импликацией. Как вам такое наблюдение? Интересно. Поэтому и говорят, что все эти типы, категории – это что-то такое умственно сложное. Потому что, видите, какие аналогии люди проводят. Действительно, тут аналогия просится. Оказывается, этот аппликативный функтор – это просто аксиомы, реализация аксиомника в исчислении высказываний. Ну и действительно. Ну, давайте посмотрим на это с программистской точки зрения. Значит, πx – это константы, как я говорил. А если я хочу h применить к g, я напомню, h – это функция, которая по h выдает функцию с b в c, а g – это функция, которая по h выдает башку, что мне надо сделать? Мне нужна функция из овца. Я возьму h к x, применю g к ней, применю g к ней, у g от x какой тип? Какой тип уже от x? b. Правильно. А у h x тип b стрелка c. Значит, если я h x применю к g от x, получится c шка. Как это и требуется. Согласны? Да. Это можно, кстати, прочитать в терминах доказательств. Надо сказать, что доказательство импликации, доказательство импликации – это как бы такое преобразование, которое любое доказательство посылки преобразует в какое-нибудь доказательство заключения. Ну вот, представьте себе, что бы это ни значило так интуитивно. Тогда как доказать вот такую вот аксиому? Какая функция ее реализует? Почему это аксиому? Почему это правда? Ну, если нам дали доказательство b, как из него сделать доказательство утверждения а влечет b? Очень просто. Надо любое доказательство а взять и игнорировать его. Оно нам не нужно. Вернуть x, который является доказательством b. Как построить доказательство импликации а влечет c, имея доказательство такой импликации и такой? Ну, с другой стороны, доказательство импликации а влечет c – это функция, которая должна любое доказательство a, назовем его x, переработать в некое доказательство c. Так, взяли доказательство a, переработали его с помощью g, доказательство b, с помощью h из доказательства a получили доказательство импликации b влечет c и применили одно к другому, как бы по правилу modus ponens. Так, ну, не знаю, насколько моя речь полезна. Я довольно отчетливо представляю себя, что я хочу сказать, но возникает ли у вас какая-то картинка, я не уверен. Так, ну что, что-то понятно? Как это работает? Ну, тут имеется несколько примеров. Вот, например, что такое x10? Ну, x10 – это функция, поэтому он отказывается ее выводить. А что это за функция? Ну, давайте поймем. А функция – это такая. Тут написано, собственно говоря, как она выглядит, но было бы нам полезнее это руками расписать. Это функция, которая умножает свой аргумент на 3 и передает этот результат в плюс. То есть, получается функция двух аргументов. Один аргумент ее – это x, а другой ее аргумент – это второй аргумент нашего плюса. То есть, как это выглядит? Ну, вот был плюсик. Это была функция двух аргументов. После того, как я ее завернул, получилась функция трех аргументов. А потом я к этой функции трех аргументов из а в int, стрелка int, стрелка int, стрелка int, я ей скормил функцию из int в int. Скормил такую функцию. Получилась функция, значит, из int в c. А c – это функция из int в int. Значит, получилась функция из двух аргументов. То есть, если вы немножко подумаете, что делает это преобразование. Оно функцию плюс к нее первому аргументу подключает умножение на 3. Вот была функция плюс, а мы ее так модифицировали. Перед тем, как ее применять, первый аргумент умножить на 3. Понятно? Секундочку. Там просто у нас в сравнении… Ну, gx – это будет 3 умножить на x. Потом у нас есть h, которое применяется к x и к gx. x получается… Давайте напишем. А что, полезно написать. Давайте напишем. Значит, как это выглядит. Значит, пьё. Пьё плюс. Это какая функция? Значит, она возвращает у нас… она принимает какой-то аргумент, а возвращает она плюс. Нормально? Да. Теперь я применяю это хозяйство… я применяю это хозяйство… вот к такой функции. Из инта… и вот к такой функции применяю. x превратить в 3 умножить на x. Согласна? Да. Что будет? Значит, у меня получится функция, которая состоит в чем? Надо вот эту вот h применить к x. Надо h применить к x. Вот гадость h. Я пишу… Вот у меня в результате получится такая функция. h, то есть пьё плюс, применить к x и применить к g, применить к g, вот к нашей g. Тут y напишу. От чего? От x. Понятно? Делаю бета-редукции. Вот этот вот x идёт сюда, тут он игнорируется. Получается плюс. Тут вот делаю бета-редукцию. Вместо y идёт x. А, получается у нас первый аргумент умножается на 3 и к нему прибавляется второй. Да, да. Всё, хорошо. То есть наше преобразование, оно что делает? Вот у меня была функция двух аргументов. А я к первому аргументу подкрутил предварительное умножение на 3. Как вам такой фокус? Это работает именно так. Вот смотрите, вот у меня есть x10, я ей дам аргументы, например, 5 и 7. Что произойдёт? Сначала 5 умножится на 3, потом добавится 7. То есть должно быть 15 плюс 7 или 22. Так и есть. Согласна? Да. А потом я делаю вот такой вот фокус. Тут что происходит? А тут берётся первый аргумент нашей функции x10. И только не первый же, а второй. Тут мы уже, вот Пьюа увеличила число аргументов, а здесь у нас ко второму аргументу подкрутится возведение в квадрат. То есть тут у меня будет что? Здесь я x11 применю. Значит, x11 – это уже у нас функция будет одного аргумента. Ну, как она работает? Она, значит, свой аргумент возводит в квадрат, умножает на 3, вот это вот хозяйство складывает. Понятно? 15 плюс 25 – 40. Да. Можно на бумаге написать, как работает x11. Это поучительно. Но сейчас у нас вроде бы особо нет на это времени. Давайте сейчас закончим всё-таки сюжет с аппликативными функторами. Нам осталось вроде бы немного. Ну, давайте ещё чуть-чуть. А остальное доделаем на семинаре, потому что нам надо с этим разобраться. Тема очень важная. В общем, можете подумать, что здесь происходит. На бумаге написать вот x11. Так. I.O. тоже является аппликативным функтором. И то, что там делается, реализовано через монады, потому что, ну, никак, в общем, иначе что-то и не сделаешь. Что же такое P.U.A.? P.U.A. – это, естественно, ретон. Завёртка, значит, какого-то значения в действие по вводу-выводу, который ничего не делает, но формально возвращает это значение. И звёздочка, она здесь организована так. Смотрите. Тип у неё такой. Есть действие, возвращающее функцию. То есть, делался какой-то ввод-вывод, а в результате получилась функция. Есть действие, возвращающее значение типа аргумента данной функции. Как же нам их соединить? Ну, вот, естественным образом надо воспользоваться нашим монадным байндом. Сделаем действие, которое возвращает функцию. То есть, первое. M, G. Достанем оттуда эту функцию. Сделаем действие, возвращающее значение X. Достанем оттуда это значение. Применим G к X и всё вместе вернём. Понятно? Это очень похоже на sequence, если вы помните. Значит, ну, например, мы можем сделать getChars, функцию, которая принимает на вход N чаров, где N нам подаётся. Ну, значит, что нужно сделать? Ну, чтобы 0 символов принять на вход, ну, результат пустой список. Значит, N символов принимаю на вход. Как это можно сделать? Значит, я беру операцию getChars, рекурсивно беру операцию getN-1Chars, получить N-1 символ. Я беру функцию присоединения элементов к списку, заворачиваю её в P. Получается что? Получается действие, которое принимает на вход символ, и возвращает... Вообще, какой у нас тип у этой штуки? Она принимает на вход символ, а возвращает функцию, смотрите. Значит, принимает на вход символ, а возвращает функцию string, стрелка, string. Значит, P.O. двоеточие. Это I.O. char, стрелка, 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 стрелка. Значит, когда я это применяю к getChars, у меня получается I.O. стрелка, 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 стрелка. Я это применяю вот к этому выражению, чей тип? I.O. string. И получается в итоге I.O. string. Ну, не знаю, насколько это убедительно я вам рассказал, но это работает. Хочу принять пять символов. Ввожу пять символов. Ну, вот. Они и принялись. Понятна эта идея? Да, понятно. Но вопрос в том, а что можно сделать с этим значением? Вот сейчас я объясню, как возникает нужда в монадах, и мы на этом закончим. Значит, getChars возвращает I.O. string. В этом нет ничего удивительного. GetLine тоже, значит, у нас I.O. string возвращает. Можем ли мы применить, например, аппликативный функтор в таком контексте? Вот я хочу прочитать одну строку, прочитать другую строку, и их сконкатинировать. Достаточно ли мне механизма аппликативных функторов для этого? Ну, можно попробовать. Так, одна строка, другая, и вот они сконкатинировались. Вроде бы и хорошо, правильно? Какой тип у Т3? I.O. string. Ну, действительно, я упаковал вот эту вот функцию конкатенации, у меня получилась функция такого типа. I.O. string. Значит, вот я упаковал, у меня получилась такая штука. I.O. string, стрелка, 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 стрелка. И я применяю это к чему? К гэтлайну. А гэтлайн имеет тип I.O. string. Применяю, и, естественно, у меня останется, у меня останется вот такая вот штука, стрелка, 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 упакованная в I.O. Я применю еще раз это к гэтлайну, и у меня получится I.O. string. Все отлично. Так, а теперь давайте-ка я попытаюсь эту строчку, которую я прочел, попытаюсь прочтенную строчку напечатать. Давайте я попытаюсь напечатать прочтенную строчку с помощью механизма аппликативных функторов. Ну, как это надо сделать? Вот гэтлайн у меня есть, а как эту строчку напечатать? Ну, на самом деле, по типу подходит вот такая вот штука. Смотрите, вот печать строчки у нас имеет какой тип? стринг, стрелка, I.O., пустые скобки, правильно? По типу подходит вот такая вот штука. Почему? Потому что у меня пьюа, примененная к этому хозяйству, оно будет иметь тип I.O. string, стрелка, вот такое вот действие. Дальше я это применю к I.O. string, и вроде бы все будет хорошо. Но только какой тип возвращаемого значения получится? Вот T4 проходит проверку по типу. Давайте мы его вызовем. Ввожу строчку, I, 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 и она не повторяется. Почему? Проблема в типе. Там дважды I.O. у нас получается. Ну, то есть, а когда мы применяем... Совершенно верно, потому что, смотрите, вот у меня пьюа, пустер, I.O. имела тип в I.O. завернута вот такая вот штука. Правильно? Когда я это применю к getLine, то есть I.O. string, у меня вот это внешнее I.O. никуда не денется. Совершенно правильно. У меня тип этой штуки получается действие, возвращающее действие. Но оно само не обязано печатать строчку. Оно чисто формально вернуло это действие, и все. Мне надо действие внутреннее распаковать и выполнить. Как это можно сделать? Ну, можно воспользоваться монадным байндом. Достать внутреннее действие и, и, и. Ничего с ним не делать, а просто выполнить. Вот. Вот T4''. T4'' уже имеет правильный тип, а T4 является исполнимым, так сказать, действием и ведет себя естественным образом. То есть проблема аппликативного функтора в том, в отличие от монады, он у нас может накапливать вот такие вот вложенные применения себя. И ничего с этим сделать нельзя в рамках механизма аппликативных функторов. Ничего. А с помощью монад такого накопления как раз нам удается избежать. Посмотрите на тип нашего монадного байнда. Как он устроен? Вот даже... Давайте рассмотрим вариант, где его аргументы переставлены. Он обозначается вот так. Вот у нас есть функция, которая принимает на вход A и возвращает упакованное значение. И мы превращаем ее в функцию, которая принимает на вход упакованное значение и возвращает упакованное B. Если бы я пытался это реализовать с помощью аппликативных функторов, мне надо было бы упаковать вот эту штуку. Получилось бы что? M от A стрелка MB. Правильно? Да. И применяя вот это вот... Вот получилось бы... Я типы напишу вместо значения. Это неправильно, но я думаю, будет наглядно. A стрелка MB. Вот если я это применю к упакованной Ашке, то у меня что получится? У меня получится значение такого типа. M, A. Вот что будет? Вспомните, какой тип у нас имеет звездочка. Будет M от M от B. Да, конечно. Потому что вот у меня упакованная функция, упакованный аргумент. Будет упакованное значение, а значение было уже упаковано один раз. То есть здесь у меня будет значение типа M от M от B, упакованное два раза. Как мне эту вторую упаковку снять? Вот для этого нам нужна новая идея. Она-то и содержится в этих монадах. Эта идея уже встроена вот в наш монадный оператор, но ее можно получить в чистом виде. В чистом виде она содержится в функции join, который берет дважды упакованное в монаду значение и возвращает его упакованным единожды. Понятно? Да. То есть в монаде есть такой смысл. Двойная упаковка сводится к единарной. Это характерные черта монад, и это нам что-то напоминает. Вы знаете, что такое линейная оболочка? Ну, блин, а лед, да. Ну, она везде одна. А что такое линейная оболочка и линейные оболочки? Ну, это просто та же самая оболочка. Правильно. Правильно. Вот такая фигня в математике называется операторами замыкания. И монады являются их обобщением. Ну, давайте я расскажу теорию, стоящую за монадами, коротко уже на семинаре. Продолжение следует...